Добрый день, уважаемые пчеловоды! Сегодня у нас интересная тема. Мы будем говорить о пчелах-трутовках и о трутовочных семьях. Многих пчеловодов, это я понял из комментариев, интересует этот вопрос довольно серьезно. Итак, дело в том, что если взять мою пасеку, то вы знаете, что у меня молодые маточки, меняются ежегодно, и они выводятся в каждой семье. Каждая основная семья выводит себе маточку. Не секрет, и это нормально, когда нет стопроцентного облета этих маточек на пасеке. Ну, всякое может быть. Маточка затерялась, там птичка склювала ее, она где-то далеко залетела и там затерялась, понимаете? То есть, возможно, там сколько-то процентов потерь этих маточек. И не напрасно мы в этом случае каждую семью основную, где вот-вот должна выйти маточка, и я вас этому учил, мы проверяем, каждую рамочку смотрим, есть ли место. То есть, по особым признакам мы определяем, маточка вот-вот зачерит, или она уже зачерила, зачервила. И тогда мы спокойно в пасечном журнале отмечаем, что с этой семьей все нормально. Но бывает такое, что места нет, признаки такие, что маточка пропала. И в этом случае мы уже из практики знаем, что тянуть, ждать, что откуда-то, небось, появится маточка, и там все наладится, это напрасные мечтания. Прошел срок, 12 дней, места нет, по признакам видно, что там маточки нет, все, надо давать облетную маточку в клеточке, подсаживать. И эта семья хорошо принимает эту маточку, семья не затягивается, все нормально, тогда к главному взятку отводок и основная семья все хорошо, приносит мед. То есть, мы даже забываем, что там какие-то проблемы были. Ну и у пчеловода уже бывает и такое, что он затягивает, ждет и ждет, 12 дней, 13, а вот маточка появится, а вот облетится, 14, 15 и все, и появляются трутовки, семья трутовела. И начинают еще успокаиваться тем, что кто-то там посоветовал, что эту семью легко исправить, где-то вытрясти пчел, они прилетят, рамки убрать, маточку дать, и все нормально. Ничего подобного. Проблемы остаются с этой семьей. Во-первых, это нерационально, такое ведение хозяйства, когда нужно с этой семьей возиться и занимать время, где-то ходить, вытряхивать, рамки убирать, понимаете? А потом за ней же следить нужно, сколько тут дней рой должен этот пчел висеть, матушку кидать, потом по признакам смотреть, зачерлила маточка там, а потом рамки подставлять. Этого делать не нужно. Лучше предотвратить эту ситуацию, посмотреть лишний раз гнездо, определить, есть маточка, нет. Это будет очень рационально. И дать маточку вовремя. Даже я некоторых пчеловодов учу. Если вы сомневаетесь, возможно, там маточка есть, но прошло время, и что-то по признакам вы что-то заподозрили, дайте лучше маточку. Это будет рациональный способ, чем вы потом будете бороться с этой семьей. А как вы знаете, пчелы трутовки ложат яйца неплодотворенные. Эти трутни, они недееспособные. За ними уход пчелы очень плохой. Они начинают болеть. Эта семья, короче, это лично мое мнение, что надеяться на то, что ее исправить можно, на это нельзя. Это мое личное мнение. Может кто-то там и считает, что это можно исправить, но я другого мнения. Значит, вот в этой семье у нас, эта семья, она, ну, маточка потерялась. Мы поняли сразу. Мы повесили два дня тому назад клеточку с маточкой. Вот, сейчас мы посмотрим, что там делается. Та клеточка у нас вот здесь стояла. Сразу мы определяем даже по слуху. Пчелки тихо сидят. Шума нет. А когда маточки не было, они шумели, волновались. Так, уберем сейчас клеточку, потихонечку. Будем осматривать рамки. Приняли маточку. Где она? Попытаться найти ее. Ее легко найти. Она, маточка. Вот, пчелки уже. Ну, осмотрим клеточку. Все, канди съедено. Маточка выпущена. Ну, первым делом мы смотрим на этих рамках. Вот, как они сидят тихонечко, спокойно. Это говорит о том, что маточка есть. Они уже успокоились. Значит, смотрим. Здесь были маточники, они, признаки были. Сейчас мы увидим это. Но здесь вот даже и место готовится уже. Понимаете? Вот, смотрите. Вот уже заливается медом. Вот здесь место уже. Там, правда, сейчас не поймешь. Нужно обязательно найти маточку. Не поймешь. Тут яйца лежат, аккуратные. Но это может и трутовки быть, яйца. Поэтому на это рассчитывать, если пчеловод, вы увидите яйца, и все скажете, это маточка. Это не так. Мы и матку смотрим. Яйца могут быть еще и от пчел трутовок. Надо найти маточку. Увериться, что около нее свита. Маточка спокойно ходит. Сейчас посмотрим на эту рамку. Вот пчелы уже, что мне нравится. Вот маточка. Видите? Вот я говорю, рядом. Вот она. Вот. Вот, спокойно ходит. Посмотрите. Солнышко. Видите? И место. Вот. Говорит о том, что уже освободили пчелки. Тень. Так. Вот так. Ага. Ну вот она ходит. Спокойно. Пчелки рядом. Вот яичко у нее там. Пчелки даже очищают. И вот яйца уже хорошие, лежат там яйца. Не будем тревожить. А то мы можем нарушить пчел. Вот. Видите? Сразу и нашли. Рядом, около этой рамки, где висело. Надо закрыть. Потому что, в принципе, нельзя так. Через два дня. Я не через день смотрю, а через два дня. Через два дня осматриваю. Ты так показываешь, чтобы было видно? Вот. Лучше даже позже. Ну вот мы удостоверились, что маточки есть. Все больше не трогаем. Потому что пчелы-трутовки, они агрессивные. Они тоже считают себя здесь уже хозяйками. Вот. И маточку могут окружить, убить. Поэтому удостоверились, что маточка спокойно ходит. Ее пчелки окружают. Кормят. Она ложит яйца уже. Посмотри, маточки. Ну, это уже не будем мы волновать. Просто я боюсь дальше смотреть. Можно было бы еще посмотреть там. Но я просто боюсь, что они могут убить маточку. Лучше посмотрели, убедили все. И эту семью не трогать. Здесь все хорошо будет. Ну, если мы запоздаем. Запоздаем. И появится уже расплод трутовочный. Еще когда яйца появляются, мы видим, что уже и яйца лежат в трутовочных ячейках. То потом, когда появляется маточка, она откладывает нормальные, хорошие яйца. Все. А те яйца потом пчелы убирают. Съедают их. А эти вот хорошие остаются. И постепенно очищают. Но если это запустить, и расплод уже, там закрытый расплод. Есть такой уже расплод открытый. Ну, в небольшом количестве. Ну, они не успевают пчел это все в порядок привести. И он так и остается. Может маточка работать. Может ее убить. То есть, я говорю о том, чтобы не затягивали с этой ситуацией. И вовремя нужно ставить клеточку с маточкой. Не жалейте вы средств. Это рационально. Чем потом трясти этих пчел. Время свое тратить. И все это напрасно. Напрасный труд. С этой семьей уже боевой единицы нет. С этой семьей. Она меда вам уже не принесет. Как бы кто ни говорил. Это вот из моего опыта и практики. Так что, до свидания. До скорой встречи. Продолжение следует.